это мой дорогой друг и любитель фортец продолжаем прохождение dlc на максимальной сложности и предыдущей серии вернулся на материк вернулся не зря сделал очень много работы во первых изменения большие в отряде появился у нас новый персонаж это рукопашник кулачный боец во-первых найти было сложно с характеристиками с нормальными более-менее это не идеальный идеальная одиночка ловкость проворства но нашелся такой стал с такой же все принципе неплохо и второе надо было потратить время на то чтобы прокачать и все характеристики она получила инстинкт это минус 25 процентов критическому удару шансу критического дорог по ней храбрость 5 процентов силой ловкость повышается если в начале боя противника численное преимущество практически всегда гигант сила ловкость повышается на пять процентов при экипировке двуручного оружия кастеты считаются двуручными истязатель критические удары критический урон повышен на пять процентов при экипировке двуручного оппортунист атаки по возможности психопат естественно блеск шанс получить доблесть конце хода ворчливость второй ряд это далее ребята и одиночка толстокожесть что по прокачке я и вкинул в ловкость 47 суп говоря 8 добавляя дальше воли 12 не было 2 я вкинул и будем добирать экипировка и критический удар 12 немножечко добавил умели цена у нас и фаршированная капуста штупа и кивит давай на 1 человек по прокачке для себя я подобрал этот билд именно для себя скажешь можно и лучше конечно можно ну ты себе делай лучше а я сделаю так как неудобно во-первых убивает славная победа славная победа борец борец наносит 24 23 24 урона два раза и меняется местами с целью атакующая стойка критический урон повышен на сто процентов после прокачки вначале повышен на 50 и защитная стойка дается на позиции на два раунда после прокачки два раунда также из-за хороший тоже принципе персонаж наносит 40 урона оборона игнорируется и атакующая стойка урон повышен на число равное значению параметра обороны с райдером смотрели процент не на число допустим 80 обороны и на 40 добавляется урон а на 40 процентов принципе тоже интересных защитная стойка применяется хрупкость ну не знаю сомнительно нужно ли на два раунда хрупкость все равно убиваешь сразу жертву так что тут такое все занятие ну и убить или спорный очень такой персонаж непонятный вроде бы отправитель вроде бы травят кровотечение накладывают коррозию но по сути в одну цель в соло таргет так что не очень полезный или даже совсем бесполезной дальше что здесь я взял я взял собранность первая атака в каждом раунде до прокачки в бою первая атака в бою а после прокачки в каждом раунде на файл накладывают эффекты обоих стоек то есть и критический урон повышен на сто процентов на этот удар и на позиции получает гарантированно на два раунда после вот этой пассивки и основная пассивка основная пассивка это личное испытание если боец вызовет эффект к стойке он совершит атаку по возможности изначале боя у него будет испытание будет отмечено либо верхнюю либо нижнюю стойку нужно провести атаку там принципе не так уж сложно быстро привыкнишь ничего такого слова нету и дает атаку по возможности если так по возможности уже получено и он ее не реализовал то следующий атака до 4 ярости до 20 процентов дополнительного урона внутреннего урона ну и здесь возможность менять стойки у него не так много ударов поэтому сомнительный адаптация не знаю знаю дальше что на восьмом уровне восьмом уровне прокачки так как он у меня бегал соло она бегала соло иначе все такие характеристики я бы еще получал года полтора блять наверно или два а так в одиночку на на квестиках на костиках кстати квестов наделали кучу кучу у нас здесь только тяжелых утоп на таких тяжелых но уже от 0 12 уровень считая обычных ударов в спину полиции сколько перебили в общем здесь максимальный принципе вот это интересно новый план но как он реализуется если у нас столько урона в принципе у нас никто боем не вяжется поэтому меняется место местами с вовлеченным сражения союзникам очень редко получается но прикольно атака такущая стойка дает ответные удары после прокачки сразу же дает атаку по возможности дают ратишь две доблести что принципе не очень принципе не очень и даешь атаку по возможности плюс получаешь ответный удар то есть заканчивать свой ход вот этим новым планом в принципе прикольным принципе интересно и убиваешь противника и стоишь ждешь кто на тебя нападет получаешь ответный удар в принципе на шапке улучшена видимость она и так будет работать поэтому я взял мастер стоек пока есть атакующая стойка 20 процентов повышенный уровне когда и защитная стойка получаем урон снижена 20 процентов и здесь тоже ситуативно до хера урона до хера урона но нужно соблюдать определенные правила то есть без прокачки тебе нужно чтобы было здоровье цели было больше чем этого персонажа после прокачки это отменяется но остается вот это требование меньше 50 процентов от текущего параметра здоровья то есть тоже какой-то подранок добивать какого-нибудь раненого ждать искать блять кто там останется недобитые блять потом нанести смертельный удар получить либо две доблести в атакующей стойке либо сбросить движение в защитной стойке тоже ситуативно очень ситуативно такое все так что если взял 20 процентов и не парюсь особо но может быть все таки посмотрим может быть возьмем еще новый план хотя сложность разработчики убили дело в том что после того как мы прокачиваемся на 13 уровень получаем оружие 14 уровня противники так и остались 15 они не растут по уровню и получается у нас разница в один уровень по оружию в общем очень легко стало блять если еще до обновы было 12 уровень 13 оружия били пятнадцатых противников там по каких-то два уровня добавляли сложности то сейчас прям вообще кита ладно и стали какой-то предел даже уже совсем не предел дальше что здесь тут можно смену оружия не вижу смысла потому что в принципе не так много достойного оружия пока что так оставил неудержимость проходит ска укорачивать себе путь принципе нормально здесь выход оборонительная контратака выход из боя нежелательным потому что у нее все завязано на обороне не 80 обороны при выходе из боя параметры обороны игнорируется поэтому такое на самом деле занятие ну и подвиг подвиг конечно классный веселенький для прикольный ну и я бы сравнил его блять так как сказать допустим есть бокс реальный бокс реальная борьба где люди дерутся борются полностью выкладываются и есть американские блять течь или как он там называется где-то если мы были и имитируют борьбу блять и драку блять на самом деле это шоу блять поэтому такое блять одноразовое шоу блять кого-то там убить в бою вряд ли ты когда-нибудь будешь им пользоваться ну во всяком случае я точно не буду пользоваться ты конечно это все себе можешь делать посмотреть любоваться я не стал я взял специализацию класса и здесь выбрал вот эти две пассивки такой вот нехитрый план дальше что по броне так как у нее все завязано на атаках по вас ну не все а в основном и дефицит так скажем лазарской брони лазарской брони накрыть удар кстати по моему недели выпилили сейчас после патча я не знаю сколько вот квестов я сделал лазарских не было ли он инквизиция братство все что хочешь кроме кроме лазара поэтому брони особо не пофармить так что я и зал среднюю броню легиона добавлять 4 ударов процента удар по возможности катать по возможности здесь 8 в принципе 12 что может заменить масло бдительность которая дает 15 то есть на три процента меньше ну и стоковые катары сейчас они из всех из того что у меня есть они самые больше всего дают ловкости урон не самый не самый давай сравним по показателям здесь у меня их риски катар это полиция водная полиция 63 ловкости вытеснения принципе 80 процентов ловкости атака и атакующая стойка отталкивается на один метр уровень повышается на сто процентов это уже считаю 180 процентов когда здесь базовая 35 3 удара в сумме 115 процентов урона от ловкости маловато честно говоря маловато здесь выглядит более более интересно дальше это бандитский там что-то отравление тоже такой за каждый штраф у цели атаки в защитной стойке здесь вообще ситуативный со зверьем если зверь это надо тебе играть через зверей вообще следопыта тоже такой себе коптик дальше пиратский интересно обезоруживание но не знаю насколько нам полезно пыл 10 процентов добавлять такую сейчас только два удара 60 тоже не особо профитно не особо отличается обычно и вот самое интересное помогут со стуз братства тут тоже в принципе 50 процентов от ловкости два раза атакующая стойка если атакуешь противника который уже сражается то есть кто-то с кем-то связан боем наносишь два удара дополнительных и защитная стойка если тебя атаковали ты связан боем можешь переключиться на защитную стойку и сделать четыре удара что сумме получается 200 процентов 200 процентов но тут 180 но есть один нюанс ты когда входишь в бой допустим тебе надо в эти верхние стойки к верхняя стойка ты заходишь получаешь на позиции если ты не убил такое тоже может быть какой-нибудь жирный танк ряд как наш бывает ваш критического урона просто дохереща нормально убивать но если ты вдруг не убил то здесь потом автоатакой можно принципе и оттолкнуть и приготовиться под атаку по возможности от шапки лучше на видимости тоже что принципе тоже интересно носит 137 урона здесь наносит два раза по 72 но это за счет того что много ловкости здесь и тут наносит по 87 посчитай по 90 180 180 дохереща уродовая так что будем искать вот эти цестусы не выбивать с братства прокачаем их на прокачку нужна лапа медвежья там еще какие-то ингредиенты принципе интересно пока пользуюсь пользуемся вот этими вот этими здесь у меня застряющее масло добил я до 71 карита при фаршированной капусте десятка и поставил масло бдительности в принципе много атак здесь три здесь две то есть прока это довольно часто рукает неплохо нестабильное масло хорошо работать и опять же атаки по возможности усиляются с этом брони наверное поэтому персонажу можем пойти сейчас пару костиков сделать покажу как он работает насколько мощный для меня принципе для меня главное что как при подборе когда его качал выбирал тестил не разные пробовал это стабильность и то что неприхотливость самодостаточность то есть он должен и дамажить хорошо и быть защищенным должен быть тряпочкой ватной легких доспехах тоже здесь тоже нету обороны сомнительно подошел ударил остался и получил тоже не особо не особо хочется а так сама достаточный персонаж дамажит убивает и стоит защите так что еще и принципе все есть у меня несколько квеста можем здесь неналеко побежать сам посмотреть как будет работать но также то он один без бафа разбойника злодея на 30 процентов крит удара крит урона но тем не менее принципе вот какие-то типы это вы пробуем заменить 30 проценты баш мечника на ловкость на это засада так легионеры принципе 15 уровень без самые простые персонажи не самые простые эти скажу так требование вот видишь вот испытание защитная стойкость питание этого бойца заключается в том чтобы связать навязать эффекты защитной стойки в течение раунда то есть нам нужно переключить сейчас он стоит в атакующей стойке для то чтобы получить атаку по возможности сработала эта пассивка его личное испытание нам нужно переключиться в защитную стойку подходим убиваем лидера перед делом машин скопья будет утыкать и мы поменяемся с ним местами так что поэтому так чтобы сразу на леонера залететь заходим сюда пробиваем красивое добивание и не дотягиваемся в принципе но оборону мы получили бородом бойца удвоено да потратим 2 и доблеще страшно видно выносим два удара плюс совершим ослабление подталкивает получает атаку по возможности на 112 урона и на шрант испытания стойки атакующие переключаемся на такую еще и тут уже в принципе можно уже доблести не тратить обычная так и мы его сейчас убьемся таки по возможности 437 чутка 10 не добили такой персонаж даже броня не сбили вот команда командира как видишь даже броню практически не сбили атакующая стойка вот она у нас автоматически выставлено атакующая стойка вот она у нас автоматически выставлена и докидает так много наверно снесем командира первым делом все оборону получили 80 обороны теперь курим ждем сейчас лучник пойдет поставит конус этот нас оттолкнет получим выстрел но обороны должны хватать так испытание защитной стойки переключаемся на защитную был бы сейчас кто-то рядом и бы еще получил такую по возможности я думаю только мы его убьем усталость так по классике давайте докрыт возьмем немножко ловкости не закрываем и я не закрываю и и и и и нам бы ловчего получить нам бы ловчего получить желательно итак испытание атакующей стойки мы в атакующей стойке так оборону получили броню практически сбили да атак по возможности на 550 испытание защитное ну давай так что такой жизнеспособный кстати галейка 14 и урончик и защита в общем сбалансированный персонаж то что мне как раз для прохождения на пределе и нужно чтобы не переживать не переживать и не бояться за его самочувствие принципе все так что сюда уже бежать мы не будем так что собираем в кучу отряд и будем возвращаться морское путешествие так и изменения по отряду какие изменения по отряду во первых прокачались на 13 уровень что мада маду я поменял дал легендарку преданность дал чтобы больше было так и по возможности так и по возможности раз уж мы играем через через безрассудство принципе так и по броне дала ему адмиральский нагрудник пока что он слабее чем инквизиторский не знаю может уверен обратно броню в принципе у меня есть там 14 уровень до на 20 послабее на и обороны меньше вернем дальше что своих своих андер что цвай что я поменял во первых я перекачал наш защитник так и остался поступает сражение получает доблесть контратака ответный удар здесь у нас опытный оппортунист и тут я взял у него был по моему бротина контратака тоже очень редко прокать очень редко прокать и вмешательство тратить две доблести в принципе особо смысла я не вижу я взял второе оружие на первое оружие у нас водоворот тоже для атак по возможности для базового урона и я взял ему фальшион защитника большого защитника как в принципе работает да раздает он свои бафы раздает свои бафы то есть крит защиту лейтенантский приказ тактический приказ дает дальше вступать сражение через насмешку выходит это контратакует дальше следующий удар у него фальшион критический удар дает ответный критический урон дает ответный удар дальше тут же меняет не выходя из боя меняет на легендарку ему нужно только фальшион для того чтобы войти в бой получить ответный удар меняет на легендарку выходит с боя атака по возможности и дальше уже с легендаркой же сэендаркой обратно бьет в щитом стражи и это еще одна атака по возможности атака по возможности атаки усиленные масло бдительности заостряющее масло из то же самое тут в принципе бдительности не нужно потому что он не выходит из боя не получает профита тут можно поставить нестабильная не стабильная либо какую-нибудь лихорадку на так как 50 процентов прокнет не прокнет можно попробовать нестабильно 25 процентов прокнет прокнет не прокнет и не прокнет и хер бы с ним у него так и осталось рыбак рыбак ему опять же буянскую броню урона так по возможности 4 процента и здесь скрыт удар 5 процентов принципе ничего не поменялось так все остается 71 процент 76 это за плюс 15 фаршированной капусты дальше мечник мечник тоже я смотрел экспериментировал повысили мы повысили мы во первых больше ударов больше ударов опять же дуэлянт наносит получает ответный удар по сражения получает доблесть получает оплот ярость при выходе контратакует усиленная контратака и ему тоже самое поменял оружие берем ему фальшион то есть вступает сражение насмешкой выходит из боя бьет атаку по возможности усилена усиленную легендарка 151 урона выходит из сражения бьет добивающую дороже другой цели если не убил потом меняет на фальшион вступает сражение получает ответный удар опять же меняет оружие на легендарку выходит из сражения наносит такую по возможности опять щитом в общем ударов много урона много оборонки маловато но у него есть отражение поэтому урона много не получать и остается потом уже с легендаркой получает улучшенную видимость атаки по возможности здесь тоже улучшена видимость у этого нет отражения поэтому ему броня пожирнее потолще так сказать и его я перекачал в умельца потому что то потому что опять же лионская броня дает атаки по возможности 12 процентов дополнительный плюс масло бдительность еще 15 процентов общем атаки по возможности нормальный у него сто тридцать семь урона сто тридцать семь процентов урона и здесь чтобы удержаться в семидесяти процентах пришлось перекачать перекачать его в умельца так что такие изменения по обмечникам дальше банка ничего не поменялось единственное выбили голову буяна 14 опять же время немного потратили лазарской счетовки сказал нету выбили 14 броню защитника таки по возможности и критический урон дальше у райдера тоже 14 14 щит и 14 булава и рпш это 153 силы 797 брони кстати я не сказал что по слоям брони 1 вола взял я чтобы набрать 40 лет так как минут толстокожие с 1 вола хватило и 2 ястреба для критического удара для ловкости так что осталось найти только нормальные кастеты и в принципе будем раздавать тут ничего не поменялось 13 броня как было новой на фармить не получается но зато оружие 14 то же самое 14 13 тоже самое не помню говорил здесь отталкивающее масло получает дисбаланс вешает и здесь убрали дисбаланс яблочко поставили ярую поддержку так что такие вот изменения подряд и высадил я кинжальщика заменили мы кинжальщика на на бойца потому что кинжальщик последнее время отравитель не особо нам пригождается и в принципе и будем возвращаться возвращаться делать наши квесты морские для то еще вернемся в тел там заберем какие-то нужные вещи тут кстати квесты можно пофармить ладненько увидимся на кораблике увидимся туда на кораблике так ну что будем выдвигаться туда в море чтобы перекачал я ее перекачал все-таки иногда пригождается новый план меняется местами с увлеченным бой союзником затем совершает атаку по возможности это после прокачки если он был атакующий стойки дается ответный удар если был защитной стойки бойцу дается бойцу и союзнику который он заменил дается отражение и кастет их кастец и кастеты братства блин тяжело выбить с них блять несколько квестов я делал не падает подать броня все что угодно кроме кастетов поэтому купленные 13 уровень прокачал я их покачал и как видишь по ловкости чуть-чуть проседаем так 147 это без без угря 44 на 334 ловкости материале 4 ловкости теряем серия немножко по ловкости на по ловкости но зато больше урона больше урона суммарно то есть если если эти цесусы наносят 62 два раза чтобы получать 124 плюс еще раз атакует получается 60 186 то здесь однозначно даже с двух атак уже больше урона плюс атакующая стойка так вот еще два раза защитная стойка атакует еще два раза в зависимости того связанными боем или нет так что такое принципе по профит не будет дальше все больше никаких изменений нет загружаемся туда на корабль уже их ходить разучился так собирались мы давай наверно пластик бубастис выполним там квест так ну давай поддеремся поменял я броню своему моду все-таки побольше там было 705 по моему на тридцатку больше брони так что там водительность у нас есть доблести нас есть так 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 пиратики пиратики по старой схеме ничего менять не будем так рейдер бунк прикрывает так Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 что удар может быть прыгнем как баллистов ну-ка давай попробуем мальнуть он нам зарядил слушаем хорошо так кораблик пробивает но урон бесосный вообще ни о чем вообще ни о чем так полетели тогда где у них остались крюки сюда может побежать так роберт мат и и и и и и и и и Ушел. Так что мы имеем атакующую стойку но никого сменить подменить там подождем пока может будет свяжется Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Так, проверка... Так, получили на позиции... Получили на позиции... Можем теперь это надобить... Так, теперь смотри... Вот тут защитная стойка атакует на два раза больше, если боец сражается... То есть нам нужно вставить в защитную стойку... Подойти... Кинуть насмешку... Связаться боем... И теперь мы должны, по идее, четыре удара сделать... Ну тут... Слишком много урона... Чтобы посчитать... Что в этой стойке... По идее... По идее... Прямо на ужине... ... Что в этой стойке... Что в этой стойке... Которые из бензо... Это лапротно. Продолжение следует... 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 А, это надо засчитать. Засчитать. Так. Тогда ты валя отсюда. Засчитать. Так. Так. Посла. Посла. Чтобы не выкинула за борт. Где-нибудь тут его припаркуем. Припаркуем тут. Дальше. Лук. Даже наверно вот здесь. Копье. Рейтер. Так. У нас доблеста нет. Потом будем шмалить сейчас из звука. Шмалики. 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 Так. Давай тогда. Бонка оставим тут. Рейтер отправим туда. Да. Да. Рейтер. 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 Так. Окей. Давай. Рейтер. 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 Да, не очень. Очень не очень. Так, ладно, тогда копье забафает его, а мы тогда хотя подождем. Куда ты, бля, полетел, Лукарь? Ты чё, бля, дурак, что ли, бля? С ума сошел, бля. Отправился уже, бля. С ума сошел, бля, дурак, 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 дурак. С ума сошел, бля, дурак. С ума сошел, бля, дурак. С ума сошел. Продолжение следует... 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 как на все просто так вот так ну почему почему мисклик опять туда пошли делать грязь а 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 и 94 урона подожди что под отражением был сейчас почему нет отражения так ладно приземление как его нельзя толкнуть кто у них походил так подболиста тоже смотрит троих приземлился молодец мое почтение тогда тебя до боя мне вяжет все урон проходит урон проходит и лихорадка мать откуда кстати толки ваще масло лихорадку топор до который 205 лихорадки вешать так 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 уху уху пока нету со завсих собуем уху 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 Продолжение следует... 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 он успешно наносит удар если оба бойца атакует одновременно боя с преимуществом успешно наносит удар парирование если если оба бойца используют насмешку одновременно врагу дается гнев но это парирование скорее всего только зачем вот эти подсказки не только столб разбивать давай парирование даю насмешку что это было за что за гарбич полить насмешка попробую вернись ну то так надо перевести дух это парирование это зеленая фигурка было это что за фокус это его какой-то личный да наверно горн стерпит поражение да не давай добивать наверно может какой-то лук будет с них еще так у меня теперь криты а он один остался вы победили игрока лады ранс и заняли его место в списке власти лины морей и короче слово пирата кровь на волне блин повоюем не за асфальт за волну так что мы у него забираем когда оружие покрыто этим порошком она отражает солнце и не дает противнику смотреть прямо на него пящий блеск пока боец сражается его атаки игнорируют оборона пока боец сражается деду бы зашло быть по идее игнор обороны на него часто нападать танки как раз танков он и не убивает получается его вяжут боем надо 1 контратаку а на вторую него игнор обороны там и прям так хорошо будет залетать то у него бдительность застряющие тогда тут крит удар и никаких штрафов движения вообще отлично так подожди 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 тут у нас тоже у нас теперь нету и норы обороны хотя блять у него и так столько урона 1 так а потому так и по возможности вот это так и по возможности будет игнорировать оборону не давай деду деду блять наверно нужнее там посмотрим давай вот так будет штрафа это давай так давай так так я хочу порыбачить в конце концов можно какие-то зубья акулы ввели уточнение были но их нельзя было найти что-то крупное давай акулу так зуб акулы хорош хорош а акулы и и а у а и у нас немножко за кольца для ремонт нужны доски так у меня в трюме трюме есть этом в трюме то есть так ремонт и доски баллисту повредили да нахер бы нам нужно было бесполезно так тогда доски обратно в трем обратно в трем филиакула так мне интересно какие тут цены на товар раз у нас квест привести специи кстати может попробовать с полицией выбить ихние кастеты у бастис во-первых давай в таверну давай в таверну это кто информатор поговорить сообщить уже не перестаю удивляться что так кстати у него еще одна подсказка есть дахи в спешке покинула город чтобы отправиться на отдаленную ферму рослость пьяница вот Субтитры сделал DimaTorzok 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 Абрикосы нужны, да Так, блин, ну вроде все Пища размера почему-то не отмечена Выслите А что она там, по-моему, на севере Говорит Бубастиса Так, стаю, стаю, стаю Согласно отчету На севере Бубастиса найдено разорванное Прямо на куски тела Если это дело когтей Безрачной стаи, вам придется дождаться ночи, чтобы ее выследить Давай Давай, мы как раз сейчас На севере находимся А вот оно Вот это тельце Так, я какие-то справочники подобрал Знания Так, ну знания это хера у нас, блядь Чертежи только, блядь, три чертежа Парус Ну это нужно для открытия нового чертежа Парус 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, след взял ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Прикольно Так, пираты нам нахер не нужны Ребята, отстаньте, отстаньте Субтитры создавал DimaTorzok 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 Так, давай, наверное, даже вот тут Субтитры создавал DimaTorzok 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 Так, атакую сейчас Так, получил на позиции Хорош, хорош, тогда Так, где же они прячутся? Где же они скрываются? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, минус медведь Шесть рыл еще где-то Где-то шесть рыл в тумане Так, ну второго раунда не миновать Окей, давай кошмар ждать Крепо, вот кошмар Кошмар, кошмар Раз, два, три, четыре, пять, шесть Семь 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 Модел да хорошо это мечника поставил хорошо это мечника поставил 15 1 2 3 4 5 ну блять 10 рылых где 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 сука где сука сука где где а 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 Продолжение следует... 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 не значит это раскачала мне еще два хода у меня не походил молоток еще не походил и банк так ну идти смысла нет тут вроде бы как тупик давай прикроем с этой стороны а кошмар еще живы так смотри-ка и обрызнул так как ты шпиту гулять кошмар тут для ценит замыкался брать так на кого он еще грузии и и и так банк это не поищи сюда что на что-то он улетел далеко я копье вроде пробросил будет но не так брать дороже может он умер блять может он умер блять беги-беги-беги чудо блять ну что открывать еще не так пять лапочек шкурки и шкурки модно соберем гон начался кстати это то что мы же не исследовали нет а слушай помог как эта карта у нас есть я могу ошибаться сказать карту да вот какая то ну ка ну да крестик тут так ну ка наконец-то полигон братства он не был нужен прошла серия сейчас он не в принципе да пообщаемся вам не жарко и меня в этом доспехе можно сварится нет смысла учиться плавать тяжелый доспех просто тянет вас на дно старайтесь не упасть за борт когда сражаетесь с пиратами спасибо за совет кстати прикольно на полигоне дрова раньше других провинциях такого не было башки внимание не обращал на по моему не было так ты что продаешь это же самое да а и и футболь и по Бомбастик забыл, совсем вылетела. Кстати, как остров называется? Остров, просто рыцаря. Остров рыцаря. Мартыбан попал в меня, но мне не стоило стоять на пути. Наверняка он не специально, хотя все видящие лука. Вдруг он пытался меня убить. Покинет отряд? Нет. Мошение. Так. Пол четыре будет еще и банк. Банк любит, минус два. Давай минус два. Вы все равно потом там закинутаетесь. Все время рядом тусите. А, они даже не испортили отношения. Ну ладно. Так, рыцаря, ну карта вроде бы как показывает. Середина острова. Вот я сейчас как раз тут и нахожусь. Теоретически. А вот какой-то сундучок. Опачки. Так. Чертеж. Задраивание люков. Бонус. Корабль поворачивается быстрее. Поворачивается быстрее. Поворачивается быстрее. Поворачивается быстрее. Классно. Классно. Это маневренность. Это надо. Это я скажу тебе хорошо. Так. А, отмечается карта. Так. Братство. Тут я больше ничего особо не вижу. Можем, в принципе, возвращаться к Туле. Так. Мальчики. Отстаньте. Мальчишки. Отстаньте. Мальчишки. Отстаньте. Не хочу я с вами драться. Что за манер на привет постоянно. Так. Подожди. А у кого я? на поезд давал. Вот. Тогда другой мячник будет ловить. А вон вообще не рыбака. Что я ему? А, я же его переделал. Так. Тогда меняем. Поэтому. Вот так. Поэтому. Вот так. на споте будет не три рыбы, а четыре рыбы. это с Газенберга. Четыре раза можно забросить. Лещи. Петли. Лещи. полезные из них. Самое лучшее блюдо в игре. Все. Так. Ладненько. Давай наверное на этом тогда. Серию заканчивать. В следующей серии тогда плывем. Плывем. Что-то я хотел. Я наверное заплыву еще в Бумбассе. Зайду в аптеку. Хочу сделать. Хочу сделать. непроницаемых таких тряпок. У меня в принципе рубеж жир надо будет в аптеке прикупить. Так. Ну и все. В следующей серии тогда да. Видим. В лагерь. В лагерь. Да. Теревня Кирвана. Тунущую игру. Слушай, ну тут я был. Я бы еще раз с этой поговорил. Слушай, она корона у меня. Корона есть. Но она за корону. Что-то ни слова не сказала. Корона Хисура молчит. Окей. Все. Спасите за лайк. За подписку. И увидимся в следующей серии. Пока. И удачи.